Это не пластик и не пластилин. Еще недавно эти вишни висели на деревьях, а тыква росла в земле. Альтернатива привычной еде – новое направление факультета пищевых производств. С тех пор, как сублимационная сушка, так называют специальный прибор, появилась на кафедре, студенты увлеклись молекулярной кухней. Здесь фрукты, всего лишь замороженные, удаленная влага. Вот обратите внимание, вот здесь, это, например, грушевые чипсы, покрытые кокосовой стружкой. Или у нас есть варианты, когда мы используем яблочные чипсы, покрытые миндальными орешками, или яблочные чипсы в шоколаде и так далее, тому подобное. Вот посмотрите, пожалуйста, обратите ваше внимание, какая интересная структура бывает у шоколада, когда вы его заморозите сублимационным способом. Такую еду могут использовать космонавты, туристы в экспедициях, ну и просто любители сухофруктов и сухоягод. Популярность молекулярной гастрономии в последнее время зашкаливает. На кулинарных конкурсах можно встретить мороженое из селедки или жидкое мясо. Еда должна не только радовать вкусовые рецепторы, но и удивлять. Перед нами самый обыкновенный апельсин, но мы его сейчас будем сушить сублимационной сушкой. Сублимационная сушка – это небольшая установка, ее основа, полка, на которой будет производиться сушка, и, соответственно, корпус, который будет закрывать эту полку. За 48 часов установка замораживает продукты при минус 80 градусах и высушивает их. Храниться они могут годами. Специалисты, кроме фруктов и овощей, уже пробовали сушить сыр, молоко и соки. Впереди эксперименты с рыбой и мясом. Стол на молекулярной кухне весьма разнообразен. Здесь и крыжовник, и тыква, и малины, и яблоки, и, конечно, всеми любимая клубника, которая с помощью простого стакана воды легко превращается в свежую и живую. Буквально через минуту ягоду можно употреблять в пищу. Ммм, как будто только с грядки. Марьяна Мирная, Григорий Плюшаков. События. Марьяна Мирная, Григорий Плюшаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова